Всем большой привет! Сегодня 27 августа, пятница, и у нас для вас готов очередной выпуск игровых новостей. На виртуальную сцену Gamescom вышла Bethesda, явив миру три локации из Starfield, представленные в виде анимированных концептуальных изображений. Нам показали город объединённых колоний под названием Новая Атлантида, исполненный в киберпанковском стиле. Поселение под куполом, находящееся на платформе в океане под названием Неон, а также Акилла-Сити за трапезную деревушку в стиле деревни Татуин, родины Энакина Скайуокера из Звёздных Войн, которую в самой Bethesda назвали столицей Содружества Свободных Звёзд. В последней живут хищники, являющие собой помесь волков и велоцирапторов. Неон держится на добыче рыбы, содержащей психотропное вещество, из которого производят наркотики. А Новая Атлантида – это Нео-Вавилон, содержащий пёстрый калейдоскоп из разных народностей. Геймплея так никто и не увидел, и это подозрительно. Тем не менее, выход игры уже относительно близок. Его назначили на 11 ноября следующего года. Создатели Blasphemous устроили настоящий праздник поклонникам этого двухмерного экшена, анонсировав не только мощное дополнение для оригинала, но и Blasphemous 2, который выйдет, правда, только в 2023 году. Публике просто показали чёрный фон с римской цифрой 2, присовокупив вышеуказанный год выхода, не явив боли ничего из будущей игры, которая, очевидно, ещё не совсем готова. Но зато DLC под названием Wounds of Avented показали по полной программе в мультяшном трейлере, демонстрирующем сражения с разными боссами, добавив, что дополнение выйдет 9 декабря, и что, помимо всего прочего, оно покажет нам истинную концовку всей кампании. Ну и да, это DLC будет бесплатным, за что ребятам из студии Game Kitchen можно выразить отдельную благодарность. Поклонники Souls-like игр, следящие за разработкой Тимезии, скоро будут вознаграждены. Выяснилось, что игру не придётся слишком долго ждать, и что она выйдет уже 7 декабря. Ребята из студии Overborder предлагают опасное приключение по опустошённой чумой Тимезии, с боями в стиле Bloodborne, видимо подразумевающих не только отсутствие щитов, но и активное использование различных стреляющих устройств, в том числе и со стороны врагов. По сюжету главный герой воин по имени Корвус страдает от амнезии. Ему нужно вернуть память, чтобы понять причины произошедшей катастрофы. Но самое главное, что борясь с чумой, он и сам постепенно обретает её силу, побеждая боссов и применяя на врагах их же умения. Пока что речь идёт только о версии для ПК, чья страница уже появилась в Steam. По итогам проведения Gamescom были оглашены победители из всех учреждённых ранее номинаций, где больше всех наград вполне предсказуемо ушло по адресу Elden Ring. Данный проект победил в номинациях лучшая игра для PlayStation, лучший приключенческий экшен и лучший RPG. На втором месте по количеству побед стартует Halo Infinite, которую назвали лучшей игрой для Xbox, и лучшей игрой с мультиплеером. Лучшим экшеном, в принципе, стал Far Cry 6. Age of Empires 4, при наличии отсутствия конкурентов, стала лучшей стратегией. Лучшей инди-игрой назвали Lost in Random, а приз за лучшую игру для ПК, как ни странно, ушёл Siberia The World Before, с чем, вероятно, многие не согласятся. Да и вообще, давать награды ещё не вышедшим играм – тоже, знаете ли, то ещё неблагодарное занятие. Horizon Zero Dawn получила обновление для PlayStation 5, которое позволит играть в данный экшен при 60 FPS. Это хорошая новость. Плохая состоит в том, что видео-вставки проигрываются при всё тех же 30 FPS. Более того, в некоторых случаях в них пропадает звук, из-за чего герои беззвучно шевелят губами, а сюжет проходит мимо игрока. Но, к счастью, в ходе основного игрового процесса звук пока ещё работает нормально. А о чём это говорит? О том, что обновление 1.53 для Horizon Zero Dawn не последнее, и что в ближайшем будущем в Guerrilla Games должны будут выкатить ещё как минимум одно, как только разберутся с чем связан вышеупомянутый баг. Недавно мы рассказывали о проекте Goals – бесплатном футбольном симуляторе, чей создатель обещает самый честный в мире футбол, а не вот это вот всё, что мы видим в FIFA от Electronic Arts. Но, как выяснилось, на этом история не завершилась, и электрончики получили ещё одного потенциального конкурента в лице игры под названием UFL, которую пока что не показали, но у чьих создателей также полно амбиций. UFL – также бесплатный сетевой футбольный симулятор от студии Strikers Inc, создаваемой на движке Unreal. Как сообщает генеральный директор разработчика Евгений Нашилов, далее цитата, «Мы – футбольные фанаты и заядлые игроки. Мы много лет играем в футбольные видеоигры, и точно знаем, что люди хотят видеть в футбольном симуляторе. Мы хотим заново открыть для себя видеоигры о футболе с нуля, предлагая игрокам по всему миру революционный, захватывающий и честный игровой процесс. Игра будет доступна бесплатно, и мы будем регулярно добавлять новые функции и обновления, без каких-либо обязательных платежей или ежегодных сборов. Игра разработана таким образом, чтобы быть честной и ориентированной на умения без какого-либо плати и побеждать. Всё это подаётся в виде некой революционной глобальной онлайн-лиги с пятью тысячами футболистов, а также настоящими футбольными лицензиями. Теперь осталось дождаться релиза. Южнокорейская компания Крафтон, где делают пока ещё не имеющую названия игру, но уже окрещённую заочно-корейским ведьмаком, подтвердила, что разработчики действительно вдохновляются творчеством CD Projekt Red в частности, и произведениями писателя Анджея Сапковского в целом. Несмотря на то, что в основу положена местная сага о птице, которая льёт слёзы, польскому ведьмаку тут также нашлось место. Творцы сообщили, что их игра будет такой же творчески свободной, как Ведьмак от CDPR, а концепт-художник проекта Иэн Макгейн добавил, что Ведьмак от CDPR будет образцом для подражания, и что корейский Ведьмак это всё равно звучит круто. Главный художник игры Сон Квадже заявил, что «как фанат» этого оригинального романа, я могу с уверенностью сказать, что его вселенная столь же креативна и безгранична, как мир знаменитого фэнтези, такого как Ведьмак, Игра Престолов или Властелин Колец. Разные расы, глубокие истории и разные темы делают вселенную действительно многообещающей. Всё это меня снова и снова поражает – видеоигра про Ведьмака основана на оригинальном романе, и, по иронии судьбы, именно благодаря этой игре роман стал более известным в мире. С тех пор этот бренд был снят как фильм, и превратился в глобальную франшизу, любимую многими. В этом отношении Ведьмак является для нас хорошим образцом для подражания. В Blizzard внезапно заявили о том, что больше не будут давать имена игровым персонажам в честь сотрудников. Именно поэтому ковбоя МакКри из Overwatch, названного в честь ведущего дизайнера уровней Джесси МакКри, переименуют. Новое имя этого персонажа пока что ещё неизвестно. Вместе с этим из World of Warcraft уберут пасхальные отсылки на сотрудников компании, принимавших участие в разработке, некоторых из которых уволили из Blizzard на фоне известного скандала с токсичной обстановкой внутри компании. В социальных сетях в целом поддержали данные усилия, попросив только не удалять самих героев, а ограничиться переименованием. С другой стороны, были и те, кто предлагал пойти на радикальные меры, объявив бойкот играм Метелицы, не дожидаясь, пока там наведут порядок с переименованием. Как сообщает издание Segment Next, то в сети нашли доказательства того, что Gearbox, как минимум в лице своего монреальского отделения, работает над шутером от первого лица, в котором будет колёсный транспорт и микроплатежи. Если бы не последнее, то можно было бы предположить просто новую часть Borderlands. Однако, список вакансий Gearbox ведёт нас в несколько ином направлении, где программист должен уметь в шутеры от первого лица, концепт-художник должен уметь рисовать транспорт, а дизайнер экономики должен создать внятную систему монетизации для многоплатформерного шутера последней это была цитата. В других вакансиях, число которых в общем достигает трёх десятков, также упоминаются некие крупномасштабные среды, что может говорить как о едином открытом мире, так и о больших картах для какой-нибудь королевской битвы. В интервью Game Industry президент и генеральный директор Double Fine Productions Тим Шафер заявил, что не стоит ждать разработки Psychonauts 3, потому что они хотят попробовать нечто иное. «Мне очень понравилось делать эти ремастеры, мне понравилось делать приключенческие игры и мне нравилось делать Psychonauts 2, но я думаю, что я и команда очень рады сделать что-то совершенно новое, что будет совершенно неожиданным для людей». Также он добавил, что главное для него сделать богатую творчеством игру, при разработке которой его команда была бы счастливой. Но при этом он не уверен, что его будущий проект сможет конкурировать в плане креативности с Psychonauts 2, в которую, по его словам, он вложился весь без остатки. Ну и да, в Double Fine Productions будут делать сразу несколько игр, как минимум часть из которых были задуманы ещё в ходе разработки последнего Psychonauts. Актёр озвучки Elias Tufexi, с чьим голосом в англоязычной версии говорит главный герой Deus Ex, Адам Дженсен, рассказал на форуме Reddit в ходе беседы с публикой, о том, что прямо сейчас работает над каким-то загадочным проектом вместе с Дэвидом Хейтером, человеком, озвучившим Солида Снэйка из Metal Gear Solid, добавив, что этот парень так ему надоел. Может ли это быть кроссовер Deus Ex и Metal Gear, нельзя исключать ничего. Однако на самом деле не ясно, даже игра ли это вообще, либо оба этих специалиста работают, например, над каким-нибудь кинопроектом или чем-то другим с играми не связанным. Если же это всё же игра, то в любом случае геймеров всего мира ждут сразу два культовых голоса в одном творении, чем бы оно ни было. Ну и в сети обнаружили патенты от Electronic Arts, суть которого состоит в ведении теста Тьюринга, известного в интернете как Captcha, с помощью которого в играх можно будет отличить ботов от настоящих игроков, лишая тем самым ботов возможности прокачивать аккаунты и зарабатывать награды. Во что именно это воплотится, когда именно и воплотится ли вообще – неизвестно. Но не исключено, что в будущих частях той же FIFA людям перед каждым матчем придётся указывать светофоры, отличать автобусы от грузовиков и давать ответы на математические формулы.